Как сделать так, чтобы в бизнесе, пока ты работаешь, у тебя были шелковые нервы? Чтобы не заморачиваться на том, кто где находится, почему этот не работает, или почему я этому сказал, а он ничего не делает, или почему я этого пригласил на тест-драйв, а он не хочет заходить. Как работать вообще в бизнесе без нервов? Как я видел, наблюдал глазами такую картину, когда человек лежит на траве, ровненькая такая зеленая травка, он лежит, солнце светит, тенек падает на него, рядом ноутбук, и он говорит, ну я сейчас буду играть в футбол, но в общем, если тебе надо, заходи на тест-драйв, все будет, все узнаешь, все, я пошел в футбол играть. Как вот с такими шелковыми нервами работать? Это будет оба крошка, правильно? У тебя есть система, есть сайт, который без тебя дает информацию, без тебя рассказывает, без тебя обучает, и без тебя делает партнера. Но при этом подавляющее большинство пытается каким-то образом подтолкнуть, как у кого-то толкать, реанимировать, умолять, облизывать, убалкивать, чтобы он проделал какое-то действие. Для того, чтобы с шелковыми нервами работать, чтобы быть спокойным, нормальным, в настроении постоянно, нужно просто понимать простую вещь. Если человек, допустим, после тест-драйва, да, не пишет, не звонит, не обращается к тебе, не интересуется, что же дальше надо делать, ему просто не надо, он не нуждается в этом, ему не интересно, и на сегодняшний момент у него другие проблемы. Там, к примеру, ему надо пройти на день рождения, да, или он с друзьями договорился на набережной побухать, или, допустим, ему в ночь надо сегодня на работу, ему надо перед ночной поспать. У меня было такое, когда я вообще там давать не люблю, и я постоянно сбрасываю клиентов к партнерам, всегда. Мне просто было лень пройти 10 минут для того, чтобы заработать 60 баксов, и я позвонил партнеру и говорю, вот, сходи, там еще ближе от тебя, к нему там буквально 100 метров нужно было сходить. И все, у него было 60 долларов, но ему надо было в ночь, и он спал, понимаете, ему надо было поспать перед ночной смехой. То есть, у человека не было двух минут сходить туда и обратно, и заработать 60 долларов, ему нужно поспать перед ночной сменой, потому что через месяц ему заплатят 500. Человеку не надо, вот, когда ты это понимаешь, тогда у тебя все становится на свои места. Ты идешь спокойно, нормально, когда у тебя есть поток людей на сайте, одни фильтруются, вторые доходят и проходят как надо. Расплотировал свою вторую страницу, и там было море сообщений. Помоги, подскажи, научи и так далее, что там дальше делать. Вот бы я начал, да, там, писать вот такие простыни и описывать, как же все круто, быстрее залетать. Я на простом вот писал, тебе на тест-драйв надо. После тест-драйва пообщаемся, когда ты уже будешь в курсе всего, то есть в курсе того, о чем я говорю тебе, куда я тебя звал. Один человек, один человек из 30, вот вам и стремление людей. Помоги, подскажи, что там надо, расскажи в двух словах, я хочу, я очень хочу, я не могу и так далее. Хочу сильнее, чем борис, вот оно и желание. Ты отправляешь человек, ты подсказываешь, он попросил помочь, ты ему подсказываешь, что нужно сейчас делать, а он не идет. Вот бы я сейчас расплакался, да, и сказал бы, ой, бизнес плохой и так далее, вы знаете, наверное, все-таки надо бросить. Когда ты понимаешь, что вы же бизнес хотите или менеджером быть, вот одно из двух. Если менеджером быть, тогда нужно быть подкованным во всех вопросах, нужно отвечать на каждый заданный вопрос, нужно уделять по 10 часов на каждого человека, чтобы он все понял. Нужно всех вызванивать, подталкивать, налаживать какие-то любовные отношения или какие там еще бывают. Короче, делать все-все-все-все-все, чтобы особо денег не зарабатывать. Так вот, если вам нужен бизнес, и вы не хотите менеджером быть, и вам нужен бизнес, который работает без вас, вам нужно просто создать поток своих друзей, знакомых на сайт. Пусть система все делает за вас, потому что система настолько устроена, классно и просто, что она сама делает поток. А те, кто не дошел или дошел, но потерялся, это просто отработанный материал. Может быть, они когда-то и дойдут, но зацикливаться же на них не нужно, нужно работать только с теми, кто выходит на связь, кто спрашивает, что надо делать дальше, кто задает вопросы и так далее, если остались вопросы. Ты просто отправляешь его на следующий этап, следующий шаг, на тренинг, где он узнает пошагово, как заработать 1000 долларов в первом же месте. Я сам по такой цепочке прошел. Меня пригласили на тест-драйв. Я долго не заходил, но все-таки зашел. После тест-драйва я сказал, что делать дальше, хотя, в принципе, я понял, что дальше делать, но так, на всякий случай уточнил. И мне человек, который меня приглашал, сказал, тебе вот надо теперь становиться партнерность, такой же бизнес и идти на тренинг, который называется, как заработать 1000 долларов в первом же месте. Все, я пошел на тренинг, разобрался, посмотрел, начал делать то, что там сказали, и ровно через 30 дней после этого тренинга заработал 1180 долларов. Что делать дальше мне надо было? То же самое делать, то, что человек сделал со мной. Переводить стрелки. Хочешь денег зарабатывать, тебе нужно узнать, с чем ты будешь зарабатывать, правильно? Значит, тебе надо избравить. Хочешь узнать, то есть ты взбравил, узнал, что и как. Хочешь узнать конкретно пошагово, это для партнеров будет на тренинге. То есть стал партнером, пошел на тренинг. Выполнил пошагово, заработал деньги. И вот так стали у меня появляться партнеры, которые зарабатывали в первом месте 900 и 500 и 1500 в первый же месяц после тренинга. Не все, только те, кто конкретно повторял. Что они начали делать? Они начали делать то же самое. У них есть сайт, у них есть система, которая сама все рассказывает за них. Они занимаются своими делами. Кто-то спит перед ночной сменой, кто-то, я думаю, такого нет, но все равно пьет пиво с друзьями ненавиденные. Пока система за них работает. Единственное, что они делают, это просто приглашают на тест-драйв. Потому что где ты еще узнаешь о бизнесе? Не у друга сварщика, и не у друга, который раньше умничал, а на сегодняшний день уволен с работы и сидит, играет в онлайн-игры. Он же тебе этого не расскажет. Поэтому только на тест-драйве и только от тех людей, кто активно развивает бизнес. Все, больше никто тебя не научит плавать, кроме как тренера по плаванию. Дальше эти партнеры начали делать то же самое. И у них стали появляться люди, которые зарабатывают такие же деньги. По 500, по 800, по 1000 долларов в первый же месяц. И есть даже люди там в организации в глубине, которые зарабатывают такие же деньги, но учитывая, что у меня статус еще не такой, чтобы зарабатывать от тех людей деньги. То есть я эти деньги пропускаю. То есть на сегодняшний день я даже не все деньги зарабатываю по маркетинг-плану, которые компания дает. Я пропускаю кучу денег, потому что там в глубине есть люди, которые развивают свой бизнес. Не всех я знаю, далеко не всех, от которых я должен получать деньги. Но по статусу еще мне не положено. То есть мне нужно срочно развивать бизнес дальше, для того, чтобы повысить статус. И еще плюс проценты, процентные бонусы получать от товара оборота. Не от привлечения лохов, а от товара оборота, которые создаются этими адекватными людьми, которые прошли по шагам, как им посоветовали. Есть же два типа людей. Один будет на своем велике свой велосипед создавать, свой велик строить. И с умным лицом, в форме кирпича, продолжать ходить на работу, из бизнеса извлекать 3 копейки. И это в лучшем случае 3 копейки. Но все равно будет делать одно и то же. Потому что когда-то, где-то ему подсказали, научили ему. Какую-то книжку прочитал и так далее. Или какое-то видео посмотрел. А другие, понимая, что я здесь не в зубь ногой, и мне видят человека, который зарабатывает там тысячу, полторы, две тысячи долларов каждую неделю, и особо не напрягается, делает только то, что надо делать, самые простые вещи. Он понимает, что, наверное, скорее всего, мне нужно у него спросить, что мне дальше надо делать. Вот и все. И они не боятся, они сами выходят на связь, сами звонят, сами задают вопросы. Все остальные в какой-нибудь кафешке вечером, да, за последние деньги там берут это пиво с фисташками. И я был в АФА, тяжелый бизнес, сигареты на пару. Все. Все же остальные, кому не до этого, кто понимает, что всему надо учиться, чтобы получить среднее образование, нужно было 11 лет отпахать в школе. Сразу в 6 лет никому не дают эти старты. Тот понимает, что и здесь надо учиться. И чем больше ты будешь учиться, тем больше будешь привязываться к спонсорам, тем людям, кто тебя привел, пригласил, чем больше ты будешь в команде работать, тем больше денег будет. Потому что штукатуру надо штукатурить, камень, щековый, кирпич ложить, врачу лечить, водителю возить, кому-то еще что-то там делать, готовить, варить, крутить. А у тебя работа заводить. То есть приглашать людей на этот здравий, заводить людей на этот здравий. Чтобы они своими глазами, потому что ты никогда в жизни такого не расскажешь, смотрели и вникали. Все, это твоя работа. И кто понял, что это работа, такая же, как ложить кирпич, или стены штукатурить, или лечить людей, или варить борщ в ресторане, или... Поэтому кто понял, что это работа, приглашать на тест-драйв, тот уже давно уверен в том, что он делает бизнес, а не играет в какую-то игру непонятную. Все остальные нажмут на кнопку под видео, зарегистрироваться на тест-драйв, как там, не знаю, Олег, Вася, Саша, и будут там висеть год, потому что им надо вконтакте какую-то хрень лайкнуть, какую-то фигню обсудить, в то время, пока идет тест-драйв на сайте, и у него уже есть шанс, у него уже доступ открыт, все. Но так как у него чересчур развитый мозг, он не может, он не может вспомнить, что у него сегодня тест-драйв. Не хватает там, у него не хватает сил, чтобы записать заметку в телефон сделать. А большинство людей заморачиваются на таких людях и не понимают, почему они не заходят. Ну, не нравится ему, поэтому он не заходит. Или зашел, посмотрел и ничего не делает. Потому что не понравилось, скорее всего. Не нравится, до свидания, следующее. Это же проще, чем бегать за тем, кто им нравится и убалкивать его. Вон они ходят, зарабатывали деньги здесь. На сегодняшний день на работе уже работают, устроились на работу. Хотя здесь зарабатывали по тысяче и по полторы. Кто знает, почему так? Я не знаю. Или же пришли супер-мега-сетевики по 7, по 8, 9 лет там в отдолбасили, в крупнейшей классной компании, все, все знают, пришли сюда, система детская, перехновки, пык-мык, все. Булс. А почему? А потому что на заводе платят 500 баков, почему бы и нет. Перехновучили в старых компаниях, что они будут через 30 лет миллионерами, миллиардерами. Вот они и сидят, читают книжки и ждут. Когда же там 30 лет пройдет? В ближайшее время выложу 5 видео, то есть 5 шагов, 5 видеороликов, на которых будет сказано о 5 действиях, которые необходимо сделать с системой прав ТВ для того, чтобы зарабатывать классные деньги. Только 5. Поэтому, кто подпишется, тот будет в курсе. И вот, скорее всего, они будут скрыты только для подписчиков. А потом, после этих 5 видео, будет отчет за год. Это будет 4 августа. Это видео будет отчет за год в бизнесе. То есть, как мы начинали здесь с нуля, никого не было, ничего не было, не слышно, не видно. и какие результаты теперь в организации и по странам, и конкретно по стране по нашей, по людям. Ну, то есть, вообще полный отчет за год. Потому что я знаю, те люди, которых мы звали в первые же дни, они посматривают материал наш, посматривают видео, смотрят, наблюдают, молчат, тихонько. Мы их не видим, но я знаю, что они смотрят и наблюдают. Ну, они подумают, где бы они могли быть, если бы год назад зашли на тест-драйв и где они могут быть, если сейчас зайдут на тест-драйв, где они могут быть через год после этого тест-драйва.